И так, наконец настала пора модить игру модами на геймплей или около того. Пацаны и пацанессы, расчехляйте свой вортекс, ведь в ушах магнитола, а на экране новогодний мешок крутейших модов. Хо-хо-хо нахуй, шлёпай по лайку и погнали. Большинство из этих модов опасно ставить, если ты только начал сжигать этот город. Но есть и такие, которые охуенно зайдут даже для первого прохождения и не будут отвлекать тебя от погружения в этот раз в прекрасный мир и сюжет Киберпанка 2077. Не парься, я буду предупреждать об этом. Итак, начнём с мода попроще. Стелс Финишерс и его друг Энэйбл Финишер Рэггдоллс. Отлично подойдут тебе, если ты угораешь по стелсу, но уже в краю стал видеть одни и те же анимации скрытных упиздюливаний. А этот мод даёт возможность применять анимации добивашек, если ты в режиме стелса. Да, игра не ломается, если битва началась, то мод просто перестает работать и всё окей. Ну и действительно, собственно, к чему у меня в руках ножик-то, а почему нельзя ножом прирезать-то, бля... О да, плюс иммерсивность, да ещё и можно посмотреть всякие разные анимации. Ванильный метод устранения, кстати, никуда не делся. О да, сука, смотри, как твои товарищи гниют, муха. А друг этого мода, он просто чинит трутики врагов, чтобы они некрасиво не падали хрен знает куда. Не всегда, конечно, но попытка засчитана. А в установку я вдаваться не буду, потому что если ты видал другие мои видосы по модам, то ты уже шаришь чё да как, но тут ничего сложного. Кстати, мод можно ставить и для первого прохождения. Мазычка! Как насчёт киберпсихоза? Не это, не настоящий киберпанк, а настоящий киберпсихоз. Шо прям как бегущий по краю. Ваннабе Эджеранер появляется новый показатель. Человечность, который тратится каждый раз, когда ты используешь некоторые импланты. Ну, либо как чёртов психопат совершаешь убийство. И вот, когда ты уже, считай, не человек и спустился уже ниже плинтуса, то есть определённого порога, появляется вероятность, что тебя накроет таки киберпсихоз, если ты срочно не вкинешься нейроблокерами, которые теперь продаются у некоторых риперов по городу. Обычные есть у этого бомжатского рипера, у толстяка Кассиуса и у этого пацанчика Бакса. Зелёного качества есть у блядского Фингерса и у этого рипера в Санто Домо. Ну и синие можно найти у Ниночки Кравец и у Виктора. Помимо этого, в аптеках можно найти рецепт их приготовления, чтобы в любой момент можно было их себе скрафтить. Ну или можно со всех ног мчаться домой, чтобы заняться вещами, которыми занимаются обычные люди, типа заварить кофе, погладить кочеча или игуану, принять душ, поиграть на гитаре и так далее. Тогда здравомыслие потихоньку будет восстанавливаться. Ну или можно прилечь поспать, и тогда твоя дееспособность полностью восстановится. Не веришь? Спроси любого взрослого. Мы, блядь, конченые в хламину, если не спим нормально. Кстати, можно ещё кинуть денег бездомному, за это тоже начисляется адекватность. До восстановления человечности на экране будет происходить такой вот неприятный пиздец с гличами. Будто твои нервы уже вот-вот и не выдержат. Тупо я, когда Новый год наносу, а подарки ещё не куплены. А если киберпсихоз всё-таки накроет, то случится вот что. На экране ещё больше всякой хуйни из гличей. Ви ржёт, как об стену угашенное или угашенный. Вырастают боевые показатели, типа скорости движения, брони и реген здоровья. Ты буквально на пике своих боевых способностей. Помимо этого, уведомляется полиция, чтобы успокоить тебя психопата. Ну нахер. Предновогодняя суета обыкновенная, короче. Но в это время ты ещё более-менее себя контролируешь. А дальше твоя крыша едет уже окончательно и всё. Теперь всё, как в тумане. Происходит небольшая загрузка и следующее, что ты увидишь, будет уже пробуждение в одном из заранее подготовленных 20 тип плюс локаций. На некоторых ты увидишь вокруг себя разруху и результат пиздеца, что ты учинил. Импланты использовать нельзя и сопротивление урону снижено. Ты вообще не какущий, короче. Даже дабл жамп не пашет. Ну давай, прыгай, какашка. Всё, что ты можешь, это поскорее вернуться домой и поспать, чтобы восстановиться. Мы в дерьме. Здесь должна была быть шутка про отходняк после новогодней попойки, ну ладно. Короче, мод секс. Создатель диджей-коврик. И прям мега громаднейший кайф этого мода в том, что есть возможность настроить всё, что душе угодно. Я заебался обмазываться имбовостью этого мода. Ну и вот по итогу этот мод заставляет тебя не спавить слишком много всякие мощные киберштучки, а пытаться более вдумчиво и аккуратно относиться к своей или к своему Ви. Ведь в аниме даже Дэвид мог включать Сэнди лишь около 8 раз за день. И то уже еле стоя на ногах, а это легенды как бы. У нас тут геймплей, хардкор, иммерсивность, а установка мода вообще изёвая. Просто ошалеть как круто. Лайк, если тоже считаешь, что мод топчик. Кстати, не для первого прохождения, очевидно. В краине запомнения. Фух, окей. Го сразу серию каких-нибудь простеньких модов. Например, Better Armor Tool Tipчик. Про этот мод недавно рассказывал великий и ужасный Андрукс. Обязательно зацени его видос, где он устраивает хардкорную дужку насчёт работы брони в Киберпанке. Ну а если вкратце, то это мастхев. Мод добавляет информацию о том, насколько твой текущий уровень брони будет снижать урон. Теперь ты будешь знать, что лучше поставить регулятор боли или кучу брони. Собственно и всё. Не супер геймплейно, конечно, но косвенно всё-таки по теме. Кстати, о выживаемости. Фикс адреналиновский оверщилд дикей. Короче, есть редкая микробогуля с адреналиновым щитом, когда он криво распадается. Решается эта богуля этим модом. Да, просто фиксим слегка свою выживаемость. Оба мода нужно ставить обязательно, а установка фигня вопрос. Меридит должна дать тебе культовый делдак. Так, стоп, стоп, стоп. Чёт хардкора охота. Есть ещё моды на пиздец? Сурвайвл нахуй систем. Категорически не советую ставить этот мод во время первого прохождения. Потому что что? Хардкорная иммерсивность? Реализм нахуй. Надо спать, иначе устанешь к чертям кошачьим. Надо жрать, иначе проголодаешься. Эй, как мамкин мотиватор, блин. Надо пить, иначе словишь обезвоживание. И надо устанавливать биомонитор, как у многих в этом мире, кстати. Шов следить за показателями здоровья. Вот тута. Ну или не надо, если не хочешь. Тамагочи в киберпанке, ёпт. Ууу, вот это я понимаю, реализма подвезли. Но всё-таки этот мод не зря в списке про геймплей, а не в списке про иммерсивность. Ведь если тебя обуревает усталость, голод или обезвоживание, то у тебя уменьшается здоровье, выносливость и их регенерация. Смотри, сколько у меня здоровья, когда я фулл по спавшей, поетой и попитой. А теперь, когда я не жравший, не спавший, не пивший. Бля, ветерок дунет, я подохну. Отдельно ухудшается память и его регенерация, если долго не спать. А если херово питаться, то уменьшается высота прыжка и грузоподъемность. Ну а если ты обезвожен, то уменьшается скорость передвижения. Кстати, мод переведён на русский язык, всё нормас. Окей, а чтобы всей хуйни этой избежать, собственно, спи, жри, пей. Всё просто, но есть такие нюансики. Сон в машине восстанавливает меньше энергии, чем сон в норм кровати, что как бы очевидно. Энергия с нуля до ста в кровати восстанавливается за три дня, а в машине аж за восемь. Если долбить сушняк, то можно выпить алкашку, но поплатишься уровнем энергии. Вот смотри, здесь это написано. А ещё в аптеках можно раздобыть военный стимулятор, который как допинг заставляет тебя чувствовать себя на соточку, но временно. А потом тебе станет ещё хуже. Ну и помимо всего, хавка, питьё, спиртяги и вот это вот всё, короче, переработанный чуток по бафам и ценам. Все расходники и патрошки теперь имеют вес, поэтому не получится таскать миллиард еды, как раньше. Боеприпасы теперь отображаются в инвентаре, но самая поиздата это то, что вообще всё, кажется, можно самому перенастроить, как твоей душе будет угодно. Окей, а шо если нихера этого не делать? Го, подождём чутка. Блядь, ну хоть не на земле, а на матраце, это-то боссы, да и прилечь бы. Сука, сейчас бы оливешки. Так, ладно, давай уже модно поугарать посмотрим. Кастомные блэквольные квикхаки. Карманная сюжетная броня. Чухаешь, что дело пахнет жареным? Вот прям уже деваться больше некуда. Призывай диких и скинов. Ну ты чё, очевидно же. Теперь тебе доступно аж два колдовства. Колдовства в одну цель и в несколько целей. Его настройки находятся здесь. При открытии Cyber Agent Wix можно отключить инстакил, чтобы выглядело ещё круче. Можно вообще выключить анимации или эффекты на экране. Можно выставить так, чтобы всё это работало только с декой милитех. Песень или, например, только в режиме сканирования. Вот, ебашу кнопку и нихуя не пашет. Потому что у меня нет песенки. Можно настроить откат и выставить значение здоровья, которое будет отниматься при колдовании. Типа, не ебаться в рот, чёрная магия. Жаль, нельзя как камикадзе жахнуть и самому помереть. Да я ж пошутил. Кстати, можно выбрать, где будут находиться ячейки с откатом. Например, давай сюда воткну. Ихеракс. О, появилась. Откатилась. Исчезла. Маля, как же им херово, только глянь. А тут можно забиндить кнопочки. Ну, так, например. Кстати, так ещё можно тачку лопнуть, если на неё навестись. Естественно, никому не советую, так как убивает игру в гнулину. Но чуток побаловаться, поржать и пройти пару квестиков, почему бы и нет. Можно и побаловать Ви перед Новым Годом-то хотя бы. Ну, а чё, выгуливаем диких искинов. Боже, какая шутка. Ладно, теперь немножко про интерфейс. Эксперт Мод 3. Этот мод заменяет иконки в игре на более аккуратные и минималистичные. Ты видишь здоровенный красный значок над устройством или объектом? Это излишнее ломание четвёртой стены во имя удобства для игрока. Как-то не круто. А так, ты видишь небольшую и аккуратную красную стрелочку над устройством или объектом. Это уже нормально. Вписывается, типа, твой сканер такой собирает тебе инфу об окружающей среде. Утончённо и иммерсивненько. По итогу, конечно, придётся больше полагаться на свои собственные моргалики. Ну, или на кирошенцы, чтобы видеть окружение. Для первого прохождения может быть слишком неудобно. Особенно, если ты играешь по стелсу. Но, как минимум, стоит попробовать. Я так и сделал, блядь. Просто попробовал. Думал, не понравится и удалю. А по итогу вообще без этого мода не могу играть теперь. Это просто охуеть. Кстати, есть хардкор-версия, которая своим названием как бы намекает, чтоб ты был с ней поаккуратнее. Но автор мода её пока убрал, ибо там чё-то багуется у него. Говорит, что вернёт, когда реды починят скан, ибо чё-то там с ним не то, о чём мододел им уже сообщил. Короче, внезапное такое открытие. Прям советую. Ох, как же охуенно, когда геймплейные моды ещё и иммерсивности наваливают заодно, да? Вот ещё пример. Горилла Грипп. Вот ты установил руки Гориллы, которые делают тебя сильнее в ближнем бою. Но только при использовании самих горилловских рук, да? Хм. Странно, что ты не становишься сильнее в других аспектах. Например, почему не улучшается отдача из огнестрёлов? Или метательное оружие не становится сильнее? Или некоторые двери не становятся легче открыть? Ну вы там серьёзно? Да, серьёзно. Короче, ойка ливнула из чата. Так вот, этот мод всё это даёт. Всем милишным оружием теперь можно сильнее махать, пробивая броню врага на 100%. Отдачу оружия с этими руками уже не ощущаешь. А метательные штучки так сильно швыряются, что они могут пробивать некоторые препятствия и имеют большую эффективную дальность. Ну и двери, например, легче будет открыть, ибо на максимум уровне руки гориллы докидывают тебе фантомных 6 сил и как раз для таких моментов. Конечно, это всё слишком сильный баф для гориллы, влияющий на геймплей, но с другой стороны это плюс к иммерсивности. Поэтому решай сам, что тебе важнее. Я думаю, что ставить всё-таки можно, легче будет притащить Йоку домой. Ну и для первого прохождения в принципе можно ставить. Установка необычная, поэтому задержимся тут. Короче, он просит какую-то неведомую херню поставить. Некий Кинг Кот. Это чё нах? А это, оказывается, очередной типа Core мод появился, который создатель горилловского гриппа зафигачил для своих модов. Поэтому можно не париться и просто качать его сам по себе, он игру не меняет. Несмотря на то, что город полон огней и живёт даже ночью, очень часто ты оказываешься в сердце своей бывшей. Вокруг тьма, хоть кирошу выколи. Ви. Вот нельзя было фонарик взять. Эх, ладно, тебе повезло, что его взял я. Simple Flash Light. Супер простой, но ультра разъёбный мод, который дарит тебе фонарик. Заходишь, короче, в Cyber Engine Twix и биндишь сюда. У меня, например, на боковой кнопке мыши. А здесь его можно настроить. Яркость, размер, дальность, даже цвета есть. Попробуй покрутить, повертеть, ещё не бойся. По этой кнопке можно всё вернуть, как было. Ну-ка так, крутанул. Ёбаный паровоз. Таё, теперь солнышко? Не, ну а чё? Таскать целую кучу пушек можно, а один чёртов фонарик из жопы достать уже нельзя? Мод имба не контрится. Окей-окей, контрится. Хироши Optics Night Vision Mod. Только вдумайся. У нас вместо глаз херота, способная без потери качества делать 10-кратный зум и сканировать буквально любого или любое. Но почему-то в этом чуде техники нет простого прибора ночного видения. Чего, бля? Ну так не пойдёт, чё-то слышь. Короче, ставь мод, заходи в настройки. Здесь выбирай либо просто F3, либо комбинация F3-F4. Ну вот, я выбираю F3. Всё, жму F3. И вот я вижу в темноте. Ээээ... Конечно, такой эффект ночного зрения не всем зайдёт. Киберглазам Ви может и заебись, а твоим может получиться вырви глаз, да? Отличный каламбур! Аллилуйя! Поэтому в этом видео упомянут фонарик как альтернатива. Вкусовщина она такая. В общем, выбирай, чё тебе больше нравится. Ну а я предпочитаю всё-таки ночное видение, чтоб беспаленно ждать Деда Бороза в засаде. И, кстати, любой из этих модов можно ставить при первом прохождении, а установка проблем не вызовет. Кстати, о кирошеньках. Просто 10-кратный зумец делать можно, а с оружием в руках почему-то нельзя. Чё-то не логично как-то. Use your cybernetic eyes to aim, чёрт возьми. О да, теперь можно зумиться в режиме прицеливания. И плевать, что сам прицел не позволяет, ведь это не за счёт него зумирование происходит. А это у меня просто киберочий нахуй. Короче, плюс иммерсивности снайперы ликуют. Ля, прям кайф, как после первой ложки ролтика с дикого похмелья. Для первого прохождения тоже залетает на ура. Тут при установке обрати внимание на требования. Cyber KMD качать не нужно. Лучше поставить Red 4X, ибо тот уже устарел. Внезапный факт. Для того, чтобы в полной мере сойти с ума от твоей красоты, не обязательно иметь кибер-глазки. Окей, захотелось опять чего-то эдакого. Как насчёт Damage Scaling? Захотелось острых ощущений? Охота перманентно чувствовать себя на пороге смерти? Вдруг нужно ТТК Киберпанка значительно уменьшить? Или моча в голову ударила? Увеличить скиллозависимость этой игры? Нет, лучше мода, чем мэд. Вот реально, что делать, если уже надоело всаживать галлоны свинца в ебан клаудов? Просто поставь здесь 2Х. Короче, это исходящий урон, то, сколько ты наносишь. А это входящий урон, то, сколько прилетает тебе. Просто попробуй поставить 5Х везде, и тут, и тут. Игра прям полностью изменит свой ритм. Ну или можно наоборот, конечно, если ты из этих. А если ты считаешь себя кибер-котлеткой, то попробуй весь исходящий урон занизить, но увеличить урон по головам, чтобы кроме хедшотов больше ничего не котировалось. Короче, охренительный в своей простоте мод. Который при этом способен очень сильно повлиять на игру. Для первого прохождения можно потестить, но не советую, если честно. А с недавней обновой, которую этот мод хапнул, появилась возможность менять также урон от скриптов, гранат и по механическим юнитам. Ну и еще теперь можно настроить выносливость здесь же, чтоб стало сложнее или наоборот проще в этом плане. Безумно потрясающее дерьмо, которое подойдет и хардкорщикам, и казуалам. И выкрутить тут все можно туда-сюда. Бля, как обидно. Короче, я тут должен был рассказать про агромедный мод Law Enforcement Overhaul. Написал стену текста про него, пошел его тезить в игре, и тут оказалось, что он несовместим с модом Night City Alive, про который я рассказывал в видосе про иммерсивные моды. А его я не готов отрубать ради этого мода на улучшенных копов, который, кстати, тоже, блядь, охуенный. Но все-таки не настолько, как Night City Alive, поэтому пока скипнем его, пусть обновится сначала, подлец эдакий. Вообще, кстати, очень много крутых геймплейных модов до сих пор не обновлено. Кто-то вроде обновлен, блядь, но есть баги, кто-то вообще даже близко нихера, а кто-то хрен поймешь, забросили или чё, непонятно. Поэтому когда-нибудь в будущем обязательно будет вторая часть этого видоса, где эти и многие другие моды и обсудим. Фух, ладно. Короче, чуток выговорился, погнали дальше. Окей, мы примерно 10 тысяч лет разбирались с этим модом на крутецких и жестких копов, или нет? Которые тебя на изи отпиздят, но есть мод, который всё это шлёт в анус. Однако он тоже, как ни странно, добавляет иверсивности. Корабт НСПД. Ну не может быть так, что ИРЛ есть коррупция, а в Найт Сити её нет. Это там весь город, это ж грёбаный экстракт грязных сделок. Ну так вот, после установки мода в телефоне появится некий контакт, который за определённую плату полностью будет вырубать режим розыска. Нужно ли спозвонить? И далее происходит перевод денег. И вот звёзды начинают мигать, а затем пропадают. Теперь есть выбор не только спрятаться и отсидеться, пока копы не отстанут. Ну и можно просто баблом отделаться, если прям срачняки другие дела горят. Кстати, чтобы всё-таки не было так обидно за предыдущий мод, здесь в настройках можно выставить огромные ценники за сброс режима розыска. Первый и второй уровень, ладно, звучит вполне справедливо, учитывая прикол предыдущего мода. За третий я бы ебанул вот так, ибо, извини меня, но это уже серьёзный уровень начинается. За четыре звезды? Вообще большей по максимуму, не меньше. А за пять звёзд? Ну ты конченый, что ли? Ты надеешься купить мою жопу после того, что ты устроил, блядь? Это уже не бардак, это ёбаная преисподняя. Окей, на самом деле мод ещё не до конца обновился, и пяти звёзд ещё тупо не завезли. Да и в целом циферки бы побольше сделать, чтоб не повадно было. Эх, ладно. Для первого прохождения, кстати, можно ставить. Чуть ранее я тебе показывал моды фиксилки. Ну так вот, есть ещё парочка модов, которые чинят всякое разное, что появилось с 2.1 обновой. Например, Sonic Shock Prevent Strays Restored. Короче, сук, звуковой шок чё-то перестал работать как надо. Тебя начинают засекать, хотя не должны. Ну вот с этим модом всё становится нормально. Ещё есть патч 2.1 Finisher Fix, который исправляет отсутствие анимации добиваний. И Кусанаги Neon Reams Bug Fix 4.2.1, который фиксит неоновые огни на моцике Кусанаги. Кстати, немножко хрысты ещё можно добавить модом Neon Reams Color Control. Отдельно для переднего и для заднего колеса, и даже цвет фар можно изменить. Можно сохранить как пресет аж три штуки, и если включить геймер мод, то эти три пресета будут меняться сами по себе. Ещё тут можно выставить интервалы смены этих пресетов. Да-да, этот мод не про геймплей, но просто бонусом пусть залетает, раз уж к слову пришлось. Да ладно, всем похуй ты чё. Кстати, насчёт транспорта. Вот такой мод можно потесить. Real Transport Calling System. Тачки теперь не телепортируются из ниоткуда, а будут ехать примерно оттуда, где ты их оставил в прошлый раз. Охрененно тупая идея. Вызываешь Тачамбу, на экране появится таймер, когда она прибудет, и всё, ждём. Ну, можно пока позаниматься другими делами, например, заказ выполнить, или полюбоваться видами, так сказать, сделай паузу. Я понимаю, Ви, тебе всего две недели жить осталось, но собраться с мыслями иногда вот так, спокойно, стоя на обочине, никогда не помешает. Ладно, короче, плюс иммерсивность, и теперь есть много смысла скупать кучу транспорта и оставлять их в разных местах по городу, чтобы долго ждать не пришлось. Однако модер сказал, что игра не всегда способна запомнить местоположение всех тачек, когда ты загружаешь сохранение. Поэтому иногда некоторые тачки будут ехать из мегабашни аж 10, а не оттуда, где ты их оставил. Шо, конечно, печально, но в целом окей. Я новое прохождение буду с этим модом гонять обязательно, ибо звучит охуенно иммерсивно, хоть и замедляет геймплей. Блин, можно оставить тачки возле каждой станции метро. Такой, типа, пригнал на ней, куда хотел, там же вызвал тачку, а она уже здесь, сел и поехал на задание, или куда ты там хотел. Я, может, какой-то ебанок, но мне очень нравится это дерьмо. Однако для первого прохождения, думаю, лучше не стоит. Далее парочка модов для нет-бегателей. Один из моих любимых модов, ибо я тоже своего рода мастер спорта по сетевым съёбам. Quick Hack Hot Case. Теперь тебе не нужно по 10 лет сидеть в режиме сканирования и листать скрипты перед отправкой, ибо это сбивает темп. Особенно, если ты фигачишь через мой солянка-билд с катаной-дробовиковыми ппшкой. О да, быстрый взлом ещё никогда не был таким быстрым. Ну так вот, у каждого скрипта теперь есть свой бинт на клавишах от 1 до 8. Просканил, быстренько швырнул от моторика в чили босса и сразу же пошёл его месить. Геймплей в разы быстрее, и просто это, блядь, удобно. Мега кайф. Я хуй знает, как жить без этого мода. Рахмет, диджей коврик. Стайв даже для первого прохождения. Мега свежачумба для онлайн-экстрасенсов. Quick Hack Law Doubt. Бывало такое у меня, когда я, играя за нетранера, замечал, что я часто меняю скрипты между собой для различных ситуаций, и лезу в это блядское снаряжение и пытаюсь поставить другие скрипты, а потом уже после всего сижу такой, как ебанует, блядь, и пытаюсь вспомнить, что как было-то? Аааа, мозговый трах тот еще. А тут появился этот мод. Кстати, Большой Рахмет Руслану Черемисину, надеюсь, правильно по имени я сказал, который скинул сыль на этот мод в ВК в тот же день, когда я про этот мод сам узнал. Если б не ты, друг, я б, может, полюбился его включать в эту подборку, ибо видос уже был наполовину готов на тот момент. Ну так вот, мод, ты только глянь, теперь есть пять заготовленных вариантов снаряжения именно для скриптиков. Пять пресетов, блядь! Я, я что, я в нетранерском раю? Меня Альт угнала в сетевой парадиз? Господи, как же я мечтал об этом моде и даже этого не подозревал! Дядь Бартмос нам с тобой сейчас так завидует. Ууу, в его время таких не было. Тут еще каждому набору можно дать название, чтобы не потеряться, что просто, ну, ультраудобно. Окей, дай-ка сделаю. Например, этот набор будет боевой с идеальными, этот для стелсика, этот для стрельбы и ближнего боя, например, этот для комбо-вомбо всяких, а этот дефолтный, которым я чаще всего бегаю. Ох, наслаждение райское примерно. Все, теперь Хускера можно раскрыть на полную, используя вообще все скриптуречки под разные жизненные ситуации. Сейчас я бы даже ПВП против слойки зафигачить не побоялся. Короче, я не имею ни малейшего представления, как словами можно описать невообразимую пиздатость этого мода. Но, сука, это еще не все. Зырь, тут на Нексусе в файлах есть помимо основного мода еще одна штучка, которую можно установить вместе с самим модом. И эта штучка позволяет через Cyber Engine Twix настроить бинды для каждого хакерского комплекта. То есть ты идешь такой по стелсу с стелс-набором, хуяк что-то проебался, ебанул бинд на включение боевого ассорти с крипто и пошел всех взглядом кошмарить. Тут что-то Бемс устал, захотел постреляться немножко, подрубил пак из криптов, максимально этому способствующих. А потом Хирукс и что-то босс вылез. Ну и ты подрубил арсенал контролирующих или там... Да, короче, ты понял! Тебе даже не нужно теперь в снаряжение заходить, чтобы не терялась вся экшонистость, просто жмакай по биндам. О, господи, боже мой, какой же я мокрый, прям как каждый раз, когда вижу Ривера. А теперь будет интересный такой мод, вообще неожиданный. Second Heart Fix. Несмотря на название, это не просто фикс какой-то там багули, связанный с имплантом второе сердце. Это мод, который тебе помогает лучше понимать, ты уже помер, и можно сходить обновить кружку новогоднего какао. Или сейчас включится второе сердце, и тебе лучше оставаться на готове. Все благодаря анимации смерти, перед перерождением от второго сердца, потому что она выглядит чуть иначе. При этом влияет на геймплей, ибо враги думают, что ты уже все, и пока ты очухиваешься, они уже расходятся. Поэтому иногда можно застать их врасплох. И за счет этого же улучшается иммерсивность, ибо действительно, откуда каким-то панком знать, что ты сейчас чуток полежишь и встанешь. Словом, это очень прикольный и удобный мод. Я тащусь прям, жаль я не фанат второго сердца. Ставить на первое прохождение? Да с кайфом. Еще из удобных модов есть Сенсибл Тайм Бомб. Опять мод для стелсеров. Проблема часовой бомбы, перка из техники, который взрывает все вокруг после подрубания Сэнди Бирсы или Разгона, в том, что ты это дерьмо не контролируешь. Ты, может, бежал полквеста, как офигенный ниндзя по стелсу, а тут что-то передержался, иди чуток и хуякс. Теперь в радиусе 100 метров ты самая желанная булочка. Ну а с этим модом этот перк-предатель станет умнее и не будет взрываться, если режим боя не активен. То есть в стелсе можно спокойно бегать, используя Сэнди Разгон, ну или Берсерка, если ты извращаешься, блядь, и не бояться, что эта вонючая часовая бомба сейчас тебя спалит. Теперь на изи крадешься посреди ночи к холодильнику и воруешь оливешку. Ну а если режим боя активен, то перк работает как обычно. В этом плане все окей. Абсолютно. Абсолютно. Я вообще не стелсер. Но себе поставил, ибо это же ебейшисть полная. Рейды должны были это сделать по дефолту. И странно, что до сих пор не сделали. Для первого прохождения залетает с кайфом, а установка беспроблемная. Так, окей, пришло время для еще одного большого и крутого мода. Вот прям есть некая печалька в том, что твоя предыстория вообще ни на что не влияет, кроме некоторых вариантов диалогов по большей части. Так вот, мод лайфпас бонусы Сенган Корп Трейдс это дело исправляет. По крайней мере, насколько может. В целом, происходят две вещи. Первая, твоя предыстория теперь влияет на геймплей. Вторая, все банды и фракции в игре теперь стали уникальнее, каждый со своими фишечками. Окей, сначала предыстория. Идея проста и состоит в том, чтобы у каждого пути был список банд или корпораций, которые как бы твои бро, а все остальные, соответственно, не бро. Ну вот, шо тут у нас? Корпорат дружит с Абасракой, Биотехникой, Кантао и Мелитехом. Кинты Кочевника это Альдекальды, Духи и Армия Ньюэсэй. Это по лору там как-то оправдывается. А Дитя Улиц тусуется с Тигрятами, Валентинчиками и Мусорщиками. Окей, а что на что и как вообще влияет? Ну, для бро и не бро есть различные эффекты. Эффекты при сражении с друзьяшками. Урон исходящий на 20% больше, урон входящий тоже на 20% больше. Фишка в том, что сражаться против своих кентов должно быть легче, но и им легче сражаться против тебя, так как вы все друг друга там хорошо знаете. Повадки, стиль боя, слабые места и так далее. Скорость обнаружения на 20% меньше, потому что они, ну как бы, откуда им знать, что ты сукин сын такой хочешь пером в ребро их? Ты же их керп вроде, свой сукин сын, так сказать. Поэтому и замечают тебя как бы дольше. Время отправки скрипта на полусекунды быстрее и памяти требуется на одну меньше. Причина кроется в том, что импланты своих кинкубариков тебе знакомы и хакнуть их тебе проще. Денежное вознаграждение за уровень 5. Хуй знает, что это значит, но ясно, что он повышен, ибо ты типа знаешь, по каким карманам они прячут бабки. Чё-то пока получается, так что ебашить своих бро выгодно. Но множитель репутации четверть, то есть отрицательный, то есть за убийство своих братанчиков и сестринчиков ты теряешь репутацию аж в четырехкратном размере. Да, вот так уже не получится безнаказанно быть импостером. Ну и кстати, да, даже если ты, например, кочевник, убивающий духов, казалось бы, а чё такого? Ну этот бедный парень, да, хоть сейчас он и дух, но вдруг он двоюродный брат твоего друга детства там, не знаю, алло. Короче, драться со своими в чём-то лучше, но в чём-то и хуже. Теперь про эффекты при сражении с НЕ БРО. Напомню, это все остальные. Урон исходящий на 20% снижен, а урон входящий ну обычный. Дело в том, что ты их плохо знаешь и не особо в курсе, где могут быть их слабые места, а значит, меньше дамажишь. А вот они по тебе дамажат нормально, непонятно почему. Наверное, чтобы играть стало чуть сложнее. У кого есть ещё идеи? Время отправки скрипта увеличено на одну секунду и стоит это дороже на целую одну память. Это потому, что ты плохо знаком с их имплантами. Это окей. Денежное вознаграждение за уровень 2. Опять же, хуй помешу за цифры. Но очевидно, что оно снижено, ибо ТХЗ по каким карманам они тырят свои лавендосики. Множитель репутации аж полтора. Чтобы отбалансить твои потери репутации при убийстве своих товарищей, я так понимаю. Но чё-то многовато всё равно. Окей? Окей, кайф. А шо со вторым пунктом? Все банды и фракции в игре теперь стали уникальнее со своими фишечками. тут куча инфы, всё зачитывать естественно не буду. Да и вряд ли вообще возможно это всё запомнить, даже пройдя игру полностью с этим модом на борту. В описании здесь есть инфа о том, благодаря чему у тех или иных фракций те или иные бафы или дебафы. Типа вот, у Мелитеха гига шлемы. Поэтому худшоты по ним нет особо смысла ставить. Но по большей части вот такую вот инфу я буду пропускать. Итак, животные имеют 50% сопротивления к оружию не ближнего боя и взрывом. То есть с ними эффективнее будет сражаться вблизи. Ещё хрен ты их отравишь или ебанёшь электричеством. Мальстрём сложнее хакнуть. Они тебя быстрее обнаруживают за счёт своих ебейших глаз. Они ещё и не кровоточат, ибо в них куча хрома. И за счёт того же впитывают лишь 50% урона штурмовым оружием. Короче, проблемные ребята стали. По стелсу с ними не так просто будет. Мусорщики не боятся электричества. Их нельзя ваншотнуть. У них всегда останется как минимум 10% хп. И по ним будет сложнее попасть из умного оружия. Шанс промазать 50%. Ну и урон скриптов снижен. Про ваншот забавно, что у дробошей каждая дробинка считается отдельно. Поэтому ваншотнуть их всё-таки можно, если ебануть дробовиком. Шестая улица. Боевые скрипты на них не работают. Получают лишь половину урона от ударного и тяжёлого оружия. А ещё они хорошо танкуют стандартное оружие. Но при этом очень уязвимы к рикошету. Тигриные когти. На этих не работают идеальные скрипты. Из умного оружия по ним вообще нереально попасть. 80% шанс промаха. Ещё их нельзя поджечь и сложно подорвать гранатой. Валентинос. У этих сопротивления критам игнорируют половину твоей брони. Охуеть. Не кровоточат и наполовину кладут хуй на урон от электромагнитных пушек. Вудуисты тоже невосприимчивы к идеальным скриптам. Их в целом сложно хакнуть. Получают в два раза меньше урона от умного оружия. Тут важно умные пушки не промахиваются в половине случаев. Всё летит как надо. Но сам урон снижен. Духи хакнуть будет стоить на одну память дороже. Получают в два раза меньше урона от ближнего оружия. Быстрее замечают благодаря крутым кирошам. И им плевать на яд. Какие-то странные ребятки короче. Окей теперь корпораты. Аросуки нельзя хакнуть идеальными скриптами. В целом их сложно заскриптовать. Сопротивление критулям. Ашот ваншот защита. Остаётся минимум 25% в здоровье. Ну-ка го чекнем. Тут х10 тут тоже на максимум чтоб любой отлетал от одного лишь касания. Вот например челиксы помирают от полу взмаха. Окей вызывая марасаки на любого. Да окей работает. Шо там дальше? Да ещё и получает в два раза меньше урона от стелса так пиздец гигачады короче биотехника их нельзя хакнуть контролирующими скриптами не кровоточат и не отравляются и аж вдвое меньше урона от стандартного оружия. Да уж тоже неудобные ебанотики. Кантао нельзя хакнуть шпионскими скриптами 80% шанс промазать изумного оружия нельзя поджечь. Окей хотя бы этих много чем другим можно. Милитех этих нельзя хакнуть боевыми скриптами им пофиг на электро урон урон от хедшотов снижен вдвое и урон от электромагнитных пух тоже снижен вдвое. Фууу пизданут как много всего конечно но всю эту инфу естественно не запомнишь. Однако в игре ее можно увидеть если просканировать чилибоса. Правда тут другая проблема всплывает что это все сука порой просто не вмещается в монитор. Но вроде что надо все таки видно. Короче мод охренительный просто но для первого прохождения, наверное, лучше не стоит. Ибо он форсит тебя подстраиваться под врагов и против различных ебаклуш использовать различные тактики галактики. Ну, это будет лишний раз отвлекать тебя от сюжета. Дальше го позырим на мод чуток другой категории. New Weapons Mod 2.0. Какой шутер без Калашникова? Да, есть нечто подобное, но все-таки прям акашки в игре нет. Так почему бы не добавить? Вот те аж 12 штук. А что насчет прикольных ножичков? Может иногда на задание брать неэффективные, культовые или с дырочками метательки, а эффектные? Смотри, какие с подсветкой есть 6 штук. И вот такие мультитулы, типа 2 штуки. Блядь, красота. Хрен с ним. В киберпанке можно махать катаной. Так и чё б не засунуть сюда нахрен меч? Вот те одну штучку. А может ещё световой меч? А? 3 штуки. Правда, звук у них такой, будто это волына, но в принципе окей. Отдалённо напоминает звук светового меча. Световой в Станислав ебать. Короче, мододел предлагает купить это всё добро у продавца в Жапантауне, либо через его онлайн-магазин. Но бля, лень. Давай лучше через консоль добавим и всё. Вот здесь коды лежат, а дальше ты знаешь, что делать. В игре я открыл Cyber Agent Wix, открыл консоль, Ctrl-V, Enter, всё. Найдёшь всю хуйню в инвентаре. Естественно, к херам вся иммерсивность, но... Дамы и господа, я представляю вам человека, которому насрать. Давай выдумаем легенду. Типа ты охренеть, не въебаться наёмник, который залям другой евробачей вот заказал себе кастомное оружие. А световой меч, это наёбка. На самом деле, никакой он не световой, естественно. Ну а чё? Ви тоже иногда хочется тратить бабло на всякую бесполезную хуйню, лишь бы красиво было. Я считаю, на Новый год можно и подарить своей или своему Ви эти игрушки. Ну и нельзя ни на секунду забывать, что в Найт-Сити стиль важнее сути. Ауф. По установке там ничего сложного, а для первого прохождения я хз сам решаю, это вкусовщина полнейшая. Ну и последний мод на сегодня. Мелкая фигня чисто поржать. Пауза, фриз тайм. Полная остановка времени, вырубается вообще всё. Время, NPC, аудио, диалоги и так далее. Можно выставить биндик в Cyber Engine Tweaks, вот он тут находится. Багуется, конечно, частенько, но кому не похуй. Зы, конечно, зачем это и что с этим делать, ведь это даже особо интереса не прибавит, но разок побаловаться как вариант. По установке ничего сложного, а для первого прохождения нет. Вообще забудь, что такой мод есть. Разок поржать немножко, поломать игру, окей. Но на постоянке? Ну ты же не сумасшедший. Ох, ну вот и видосик оконец. Кто дослушал, молодец. Наверное, это последний видос в этом году, поэтому я попытался его немного разбавить новогодним настроением. Надеюсь, кому-то от этого стало лучше. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом. Надеюсь, вы с кайфом заканчиваете 2023 и с юностью в сердце врываетесь в 2024. Для меня этот год был чертовски сложным, ибо очень много чего со мной произошло, но при этом, мне кажется, я даже не жил толком, а просто просуществовал этот год. Поэтому он для меня какой-то такой переходный, что ли, я хз, как сказать. И я только буквально пару месяцев назад начал оживать, как раз когда на этот канал был залит первый видос. В общем, желаю вам, если у вас тоже что-то такое, поскорее с этим разобраться, сделать это качественно, с кайфом, круто, стильно, молодежно, и снова начинать жить эту жизнь. Иногда киберпанк может и подождать. И не забывайте тепло одеваться. Мы не в Night City, где стиль важнее всего. Тут у нас важнее все-таки не растратить здоровье, как попало. И я снова выражаю очередные рахметики за финансовую поддержку. Господину Ельжу уже во второй раз. И господину Евгению Арт уже в третий раз. Рахмет вам от души. Я, ну, короче, я это ценю. Вот. Но еще не все. Также на Бусти два человека внезапно появились. Господину Эль Капитану и господину Роману Айракову, который почему-то Андрей, не спрашивайте, я сам не знаю, почему так. Вам тоже здоровенная рахметизация. Да, я все еще ваху и от того, что кто-то мне дает деньги за то, что я снимаю видосы на YouTube. Типа, я понимаю это. Я сам донатил некоторым ютуберам. И как бы мне это казалось, ну, абсолютно нормальным. Ничего такого в этом нету. Но когда ты сам оказываешься, вот, ну, с той стороны, который принимает эти бабки, это пиздец. Странно, конечно. Ну, в общем, в любом случае, большой рахмет. И вообще, огромный, слюнявый и языкастый рахмет вам всем, другим. И поддержка баблом, и обыкновенный фидбэк с критикой или пахловой. Все это и правда много значит для меня. И, ну, мотивирует прям делать контент все лучше и лучше. Вот, собственно, лайк, подписка, колокольчик. Всем, кто спит, спокойной ночи. Всех с наступающим. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok